Итак, внимание, все на табло. Все вы слышали такое очаровательное имя, как Нефертити. Так. Проиграли. Рано еще, вы рано или поздно угадаете мне. Итак, внимание. Как звали дочь Нефертити и Эхнатона? Ваша буква, Саша, пожалуйста. Угадываете букву, 10 очков ваши. Н. Буква Н. Вы получаете 30 очков, потому что три буквы Н есть в этом слове. Я поздравляю вас. Пошло дальше, Саша. Прошу, крутите барабан. Барабан. А сейчас уже уйти нельзя, да? Леня, вы хотите сейчас уже уйти? Поздно. Вы знаете, Леня, меня одно успокаивает, что вы узнаете, как звали дочь Нефертити. Итак. Саша, скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы сыграли свою первую роль? И где это было? Сейчас отвлекайтесь специально, да? Итак, плохо соображает. Итак, фан! А вот я и отречу. Итак, фан! Так, Александр Абдулов. Александр Абдулов, вы не сказали, сколько вам было лет, когда вы сыграли первую? Пять. Пять лет? Да, в городе Фергане. В городе Фергане. А какую роль вы играли? Я играл мальчика в деревенской избе, когда входит Ленин. Я спускаюсь из этой, значит, спички, и у меня даже диалог с Лениным был. Диалог с Лениным? Да. Так. Итак, спасибо. Спасибо. Саша, вы... Нет, подождите, подождите. Я знаю, Саша, что вы никогда в жизни не были пионером. Да, это правда. Это правда? Это правда. Вы считали, что вы недостойны этого с вами? Нет, немножко не так. А как? Это учительница классного руководительства, перед тем, как, значит, спасибо, перед тем, как, значит, принимать, насыщение должны были принимать всех пионеры, и, значит, классная руководительница брала всех, и сказала, дети, значит, вот кто считает... Вот я таким вот был. Значит, кто считает, что он был... Вырастешь, будешь таким, как Саша. Да. Значит, кто считает, что он недостоин быть пионером? Значит, ну, и, естественно, оказался один идиот в классе. Это был я. Я встал, действительно плохо учился. Я сказал, что я недостоин, я действительно, я не могу носить пионерский галстук. Она плакала долго, Я долго говорил, что я самый честный мальчик в классе, на утро всех приняли, меня нет. Я надеюсь, и я сейчас выношу этот вопрос на всеобщее обсуждение о демократии. Как вы считаете, достоин Александр Абдулов того, чтобы сейчас его прием кионеры? Я не слышу! Итак, Александр Абдулов, торжественный прием кионеры. Прошу, ваш галстук, Саша, повяжите, пожалуйста. А я не умею. Ты умеешь завязывать? Умеешь завязывать галстук. Повяжи, пожалуйста, дядя Саша. Саша, Ермольник еще помнит, как это было. Он был пионером. Сразу видно, пионер Ермольника. И вот этот значок, естественно, непременный. Большое спасибо, уважаемый юный пионер. Спасибо большое. Салют. Еще раз отдай, пожалуйста, Саша. Вот так вот. Давай, ты говори, будь готов, а я буду... Давай, говори. Итак, прошу. Говори. Будь готов. Всегда готов. Спасибо. Спасибо большое. Будь добр, пожалуйста. Вот подносик. Будь добр, подносик, пожалуйста. Тоже вот. Саша, у меня один... Во-первых, мы не закончили этот ритуал. Вы должны произнести клятву пионера, пожалуйста. Можно папку посмотреть? Нет, 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 папки нет. Макаревич, не подсказывайте. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Аплодисменты! Что, Ермольник? Как учила коммунистическая партия. У Ермольника дополнение. Секунду тишины, пожалуйста. Как учила коммунистическая партия. Как учила коммунистическая партия. Вы просто были в разных отрядах. У вас учила, у меня учат. Итак, Александр Авдулов, это все равно результативный код. Вы имеете право сказать букву. Прошу.